Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пришли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку про Болтунью. Жил старик со старухой. У него старуха была ужасно, на язык слаба, все болтала. Пошел он в лес, нашел там клад и боится своей старухе сказать. Та разболтает всем. Наконец сказал своей жене, жена, я нашел клад, не говори только никому, а то мне и тебе от барина достанется. Нет, говорит, никому я не скажу. Ночью они взяли заступ и пошли отрывать клад. Вышли они в поле, идут, видят, блин валяется. Жена поднимает блин и спрашивает, муж, что это такое? А он ей отвечает, молчи, нынче блинные до пирожной тучи шли. Идут они дальше, и нужно было им переходить мост, идут они по мосту. И вдруг видят, в реке, в сетях, заяц ворочается. Она у него и спрашивает, муж, что это такое? И это барские рыболовы в реке зайца поймали. Идут они дальше, видят, в капкане, в поле щука ворочается. Она спрашивает, муж, что это такое? И это барские охотники в капкане щуку поймали. Идут они еще дальше, подходят к лесу. А там козел, и вдруг козел закричал. — Муж, что это такое? — спрашивает она. — Это нашего барина в лесу черти бреют. Это он все поделал, чтобы ее обмануть. Пришли к месту, откопали клад, принесли домой и поставили его под печку. И стали они жить богато. Соседи стали спрашивать у нее, откуда у них такое богатство. Она и проговорилась, что клад нашли. Узнал об этом староста, сказал барину. Этот мужик узнал, что барин знает, что он нашел клад. Взял клад из-под печки и спрятал в подпол. А барин призывает его и спрашивает. — Ты клад нашел, да? Твоя жена рассказывает, что ты нашел. А он ему в ответ и говорит. — Да она у меня полоумная. Вы извольте ее призвать и спросить у ней. Барин приказал позвать его жену. Пришла она. Барин и спрашивает. — Правда ли, что твой муж клад нашел? — Правда, батюшка, правда истинная. А где же он у него? Сперва лежал под печкой в чашке, а теперь не знаю где. Да когда же он нашел? Да помните, сударь, когда блинные да пирожные тучи шли. Барин думает. Не полоумная ли она в самом деле? — А помните, как ваши рыболовы в реке зайца поймали? Барин молчит. Все смотрит на нее. — А помните, как ваши охотники в капкане рыбу поймали? — Что ты несешь? Что ты врешь? — А не вдомек ли вашей милости? Это было, когда вашу милость в лесу черки брили. Барин рассердился на нее и выгнал ее. И с тех пор муж стал доволен своей женой. Тут и сказочке конец. А кто служил, тот молодец. Заходите ко мне в гости еще.